Высокому кровяному давлению подвержены огромные массы людей, испытывающие временный подъем давления или хронически высокое кровяное давление. Если краткий подъем кровяного давления при различных факторах, вызывающих его, можно переждать до его нормализации, то гипертония может давать о себе знать, выливаясь в поражение сосудов, начиная от капилляров и заганчивая грудной аукой. Опасность гипертонии как заболевания сводится к тому, что она постепенно начинает поражать внутренние органы, тем самым укорачивая их жизнь. В первую очередь гипертония поражает органы, состоящие из мягких тканей, таких как глаза и мозг. За ними следует почка, сердце, кишечник, железо, внутренние секреции. Высокое кровяное давление может нанести внезапный удар по ослабленным сосудам в сердце и мозгах, особенно при его внезапном подъеме, что может вылиться в инфаркт или инсульт, а также в вишами и других тканей. Кроме того, сама гипертония со временем наносит сокрушительный удар не только по внутренним органам, но может сократить и жизнь. Она еще влияет на уровень мышления и работоспособности, из-за чего ухудшается качество жизни. Общее плохое самочувствие, а также головные боли, вынуждает обращаться за помощью к официальной медицине, выписывающей таблеткой от высокого давления. Постепенно организм привыкает к этим таблеткам, после чего выписываются новые лекарства, и постепенно их становится все больше и больше. Сами лекарства, как можно понять, кроме того, что оказываются в свое не всегда точное действие, они еще имеют ряд побочных эффектов, с которыми также приходится считаться, так как они наносят удар по печени, поджелудочной железе, почке, желудку, кишечнику и суставам. Поэтому стоит обратиться к альтернативной медицине, которая располагает рядом природных средств, нормализующих давление. Кроме того, что природные средства оказывают нормализующее влияние на высокое кровяное давление, они еще способствуют укреплению сосудов и нормализации работы желез внутренней секреции, что в конечном итоге улучшает самочувствие. Одно из таких средств, которые нормализуют кровяное давление, является боярышник, а именно его цветы с листьями. Он обладает широким спектром действия на внутренние органы, что делает его в народной медицине природным средством наиболее эффективным, справляющимся с высоким артериальным давлением, а также уменьшающим давление в ядновых сосудах. Другим средством, которое может одновременно использоваться с цветами боярышника, или само по себе, является чеснок. Чеснок – старое проверенное средство, применяемое в народной медицине разных стран и широко распространен по всему миру. Он обладает сосудорасширяющим, кардиотоническим и желчегонным действием. Еще одним средством выбора является смесь ромашки аптечной с копьевой двухдомной. В направлении кардиозащиты и укрепления сосудов. Они действуют как синергисты и могут быть средством выбора в борьбе с высоким крыльным давлением. Различные сорта мяты также могут применяться в борьбе с гипертонией. Особенно конская мята или по-другому шандра. Она обладает хорошей сосудорасширяющей способностью. Расслабляет кладку мускулатуры кишечника, обладает желчегонным действием. Применяя травы вместе или по отдельности на протяжении определенного периода времени, можно добиться очень хороших результатов в борьбе с гипертонией. Продолжение следует...